Трек является совместной работой Будды и Майота с Эвентином Под сильный инструментал от Лэйзи, Вэкс и Трипсайд В отличие от участников моего мюзика работы с Эвентин в основном исполненный в жанре хайпер-поп В связи с чем его присутствие на треке стало весьма неожиданным Да, именно вот об этом я и говорю В общем-то Где голосовать? Голосовать в Телеграме Заходите и голосуйте в Телеграме Ссылочка сейчас полетит вам, братва, в чат И ссылочка есть в описании трансляции И на Ютубе, и на Твиче Телеграм, там происходят все голосования Выпуск формируется там Да, ну и Лукасы наставьте, чего ушло Работа Сэвентина в основном исполнена в жанре хайпер-поп В связи с чем его присутствие на треке стало весьма неожиданным Да, вот мне вот что и очень интересно Если это будет в целом гипер-поповский трек Типа за Сэвентина я не переживаю Он и очень силен в этом Как тогда сделает Будда и Майот? Если это не гипер-поп Тогда что здесь сделает Сэвентин И как он выполнит То есть Как они вообще Как у них химия, как они сочетаются Это вот то, что мне прям особенно интересно Типа, как это все будет Как это будет происходить Впервые буду упомянуть этот трек 7 декабря У себя в инстаграме, когда рассказал о своей идее для обложки на данную композицию Любимые девчонки У меня скоро сингл Я хочу, чтобы на обложке оказался кто-то один из вас Хочется такую, знаете, квадратную, дрейновую, саундклаудовскую фоточку Где ты или вы с девчонками что-то угораете, веселитесь У меня в треке там будет строчка Типа Бухой без вина И это твоя вина БРА И с бокалом вина OG Buddha Инстаграм 10 декабря Показали Исполни, на концерте Будды в джипси Окей 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 Ну Ну Слушаем Спирс с девчонкой, сам девчонка. Модные пунч линии рэперов. 21 года. А нет, это панч 19 года. Да, сори, сори, сорян, сорян. Слушаем, слушаем, да, слушаем. Вина, а вот же буду моё-то 70. Погнали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не важно, сколько цифр сделаю я в этом городе. Мои люди далеко дежу рядом на проводе. Не слышу чужих голосов, не слышу больше мозгацы. Где мой дом? Каждый день я вновь. Каждый день другой. Я 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 Но теперь у тебя у меня в груди осталось одно щит Похуй от этих муфы очень растерян Не могу сделать мясо, они не помогают расти На душе темно, цвет моих глаз красных мастит Лучше поздно, чем никогда, поэтому, прости Где мой дом? Каждый день, каждый день Другой, я другой Я спокойно, и это твоя пина Мам, капи, сейчас я, пьём, всё так как малина Я кручу ещё один, не надеюсь, чтобы убила Так больно осознать, что ты другого полюбила Уходь без вина, и это твоя пина Мам, капи, сейчас я, пьём, всё так как малина Я кручу ещё один, не надеюсь, чтобы убила Так больно осознать, что ты другого полюбила Так, 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 так. Что я вам скажу, друзья мои? Любимые девчонки, скажу я вам следующее. Наименьше, наименее вписался в этот стиль, наименее вписался на этот биток Гришань, да. То есть я слышу, буду, да, респект, стиль, все как надо, стиль не пропьешь, да, но с точки зрения звучания на этом битле, блин, ну он тут чужой, ну честно, он делает хорошо, он как бы звучит, все нормально. Вот есть проблема, да, вот определенная, которую я из раза в раз озвучиваю, которая звучит так. Некоторые артисты, они просто берут, пишут свой стандартный текст и меняют биты разные. И думают, что типа вот таким образом они залетают, так сказать, на разные стили. Но это не так. То есть вот на UK Drill многие артисты пытаются залетать, пишут там классические свои тексты, да, квадраты без акцентов, без нужных пауз, без ударов, без там понижения, повышения, без ничего. И они думают, что вот типа я залетел на UK Drill. Как знаете, старые, раньше песни записывали, то есть ты пишешь сначала текст и потом под этот текст подбираешь какой-то бит. И такой, о, а исполню-ка я вот так, а может быть гиперпоп, а может быть Drill, о, или Detroit я под него зачитаю. Так не работает. То есть, ну естественно надо делать как? Ты включаешь бит и соответственно начинаешь под него чувствовать и собирать какую-то уже сначала тарабарщину ритмическую, потом под нее врубаешь тикс-точек и соответственно, либо там фристайлом закидываешь, если имеешь возможность, хотя бы кусочками. Здесь есть Будда, который исполнил свой текст, свой стиль, но совершенно под другую музыку, на мой взгляд. Вот, Майот неплохо подстроился. Идеально здесь, конечно, сделал Seventeen. Сказать, что это прям очень топовая песня даже для Seventeen, я не скажу, неплохо. С точки зрения яркости фита, да, это очень круто. Я безумно рад за Seventeen, потому что я думаю, что этот фит ему даст определенный буст. Вот. И типа, ну, ништяк, что пацаны подтянули его. Они молодцы, большие в этом плане. Они делятся, так сказать, своим феймом, да, своей популярностью. Там и друг с другом и подтягивают. И там вот Криду, так сказать, стиль передали практически. Да, он защитит этого альбом слепил обалденный. То есть, ну это, с одной стороны, это минус вроде как. Они вроде как разбазаривают свой фейм, да, и свой стиль. А с другой стороны, они несут это все в культуру и отдают. Да, такое, двоякая вещь, так сказать. Медаль с двумя сторонками. Вот. В любом случае, как бы, респект, да. Я думаю, что Seventeen это даст хорошо, и Seventeen молодец. То, что этот трек будет греметь, тут нет вопросов вообще. Я это понимаю прекрасно, потому что все-таки, ну, я думаю, что припев, да, припев Будды уже, наверное, гремит, да. Там, бухой без вина, там, это твоя вина. И все такие, о, типа, нихуя себе. Ну, это не важно. То есть, здесь это не из-за музыкальной составляющей, это из-за хайпа, из-за составляющей личности. И с точки зрения этого Гриша, как бы, Будди, да, тут только плюс, да, он выстроил такой обалденный бренд, да, очень сильный, очень сильный в свою личность, как артиста, да. И, конечно, его работы будут хитами. В этом без базара. Мое тоже большой молодец, да, но все-таки с точки зрения бренда, с точки зрения позиционирования, Будды, конечно, он сейчас впереди планеты всей. Вот, поэтому с точки зрения хайпа, да, работа получит свое однозначно. С точки зрения музыкальной ценности, не знаю, не знаю. Мне кажется, слабовато. Мне кажется, вот для всех этих гличков, для глич-хопа, глич-корчика, такого легенького, с отчасти гипер-попом, да, эти лазеры, вся вот эта хуйня. Ну, не совсем это его тема, не совсем. Вот с какой скоростью он адаптировался и залез, так сказать, на Детройт, это пиздец. Это прям его тема, прям ему под харизму, ему под тембр. Но я понимаю, что Детройт, это такой очень локальный жанр, и с точки зрения женского прослушивания, это совсем не женская, наверное, тема, да. Поэтому Детройт, наверное, ну, это не совсем то, чтобы Будда хотел исполнять в общем. Он готов это делать тоже, но все равно это основа, это там, да-да-да-да, девочки, да-да-да, вся хуйня. Да, это оно. Но насчет стиля не знаю, не знаю. Мне не зашло, короче. Я не почувствовал особо, что вот он прям, типа, делает в этот стиле, ловит вайп. Севентин, да, и Бриджикова прикольно. Хорошо, что после куплета Майота тоже Бриджик Севентина идет. Майот неплохо сделал. Майот больше вписался сюда. Майот больше вписался сюда. И здесь очень хорошо, что все трое, они такие, ну, очень стилевые чуваки, узнаваемые довольно-таки. Такие все на стиле. Давайте оценим этот трючок и послушаем его еще разок. Да, то есть слегка будь, подпичить, протяжки какое-где драйновые еще. Ритмика другая немного нужна. То есть я говорю, здесь получается как будто бы, ну, просто совсем классический трек Будды. Я, короче, еще один одежу, чтобы убила. Как бы она не любила. Буквы, беджина, это твоя вина. Ну, то есть просто обычный трек он поет под другой бит. Так не бывает. Типа, ритмика своя у каждого стиля. Это то же самое, чтобы он вот такой трек пел под Детройт. Он же под Детройт ритмику подстраивал, подстраивал и правильно сделал. Получилось очень круто. Дзагоев, респект. Трек вообще до сих пор в телевизоре слушается. Почему здесь этого нет? У Севентина есть. Почему у Будды нет этого? Послушаем еще разочек и оценим. Глич, да, у нас тут очень много глича. И глич у нас пока пятерку не забирает. Чистый гиперпоп, очень легкий, лазерный, да, стандартный, весь запиченный напрочь. Он забирает пятерочку. Все, что с гличами, у нас где-то 3-4 месяца назад или полгода вообще тройку забирал. Сейчас четверку уже все больше и больше этого становится. Если в 2022 году это выстрелит дико, соответственно, будет это занимать пятерку. Пока по трендовости эта музыка у нас занимает 4 балла. Чистый гиперпоп пятерочку. Гличевые, все, что там, глич кор, глич хоп, это уже там 4 балла. Ритмико структура у Буды очень некорректная, у Летва стиля, я думаю, 6. Вот, чувствуете разницу, прям, в разницу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И очень утоплено, гличи съедают DimaTorzok Я не знаю, может быть, непривычно Думи сводить с гличами, да, но что-то гличи съедают его. Гличи буду съедать сильно. Вот, сводил Думи, да, у него обычно вообще все ювелирно. Но здесь как будто бы подутоплен он, и гличи как будто бы съедают его. Может быть, непривычно Думи на таких битах сводить, не знаю. Да, есть что-то со звуком еще будто бы не то. Вот, сводил Думи нету, да, все хорошо. В припеве. И в 8 смело. Моет неплох. Неплох. Моет лучше вписался, чем Будда. Каждый день, каждый день, другой. Так, ну для глича тут пиздец, какой страшный текст. Для глича это прям текст, прям, я не знаю. Оксимировано прям уровень, да. В хорошем смысле. Не в плане переусложнено и душно, а в плане красиво и... Многогранно и глубоко. Так, четверочка за атмосферу. 3-4 балла. Закиньте плюс, если понравилось, минус, если не понравилось. В чем, вот, каково ваше мнение, други мои? Скажите, пожалуйста. Реализация выбранного стиля. Севентин, 10. Моет, 8-9. Будда, 6-8. Вот что-то такое, короче. Я думаю, что 8-9 реализация. Даже 8, пожалуй. Даже 8, наверное, да. Индивидуальная сихаризма. 9 баллов. Вполне себе годный сделал каждый. Рифмы и образы, блядь, 9 или 10 даже. Учитывая стиль, который вообще нихуя не требовательный. Выдыхаешь, вдыхаешь без меня, наполнишь свой стакан, ля-ля-ля. Вот Севентин в этом плане пиздец. Знает, как это делать. Примитивщина, в плане того, что... Которая хорошо звучит. Ребята, Будда и Моет, они, конечно, стараются, ну, что-то хотя бы рассказать, да, под такое. Да, стаканчик сделал меня слабее. Хотя бы это. То есть, для себя, делал меня немного сильнее. Слабее, сильнее. Я знаю, буху на эту рифму. Очень растерянно могу сделать мясо. Души темно. На сей мастерей. Лучше бы никогда об этом прости. Да, да. Мясо красное, да, да. Окей, окей. Ну, я думаю, что 8. 8-9 можно поставить, да. 9 даже, да, 9. 9. 67 баллов. Такой трючок, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok